Всем привет! Меня зовут Таир Мамедов, и я хочу обратиться, как говорится, к бывшим коллегам, к ребятам, вместе с которыми почти 20 лет назад мы создавали Comedy Club и вместе меняли российский шоу-бизнес и все постсоветское медиапространство. Мое обращение не к Галику Мартиросяну, с ним все понятно, но я уверен, что среди вас за эти годы не все превратились в наркоманов, шизофреников, маньяков, тварей, мерзавцев и отвратительных типов. Я обращаюсь к Паше Воле. Паша, ты всегда был для меня ролевой моделью мужчины и примером справедливости. Я обращаюсь к Саше Реве. Саня, ты знаешь, как я тебя люблю. Ты прожил первую полжизни в Украине. Это не чужая проблема. Я обращаюсь к Галику Харламову. Ты для меня не только один из самых смешных людей, которых я встречал, но и один из самых адекватных. Я обращаюсь к Тимуру Батрудинову. Ты мне ближе, чем многие другие резиденты. Я знаю, какой ты добрый человек. Я обращаюсь к Вадику Галагину, гражданину Белоруссии, который участвует в этом безумии. Я обращаюсь к Роме Юнусову и Лёхе Лехницкому. Мы с вами были знакомы и до Comedy Club, прошли вместе долгий путь. Я знаю, какие вы люди. Я прошу вас всех, всех представителей российского шоу-бизнеса, с которыми я работал или которых я знаю, не молчите. Вы молчали, когда принимали закон подлецов, когда аннексировали Крым, когда забирали пенсии, когда переписывали Конституцию, когда убивали Алексея Навального. Но сейчас война. Может, хватит молчать? Я знаю, что многие годы вы работаете на «Газпром-медиа» и уже заключили некую сделку с собственной совестью. Но сейчас война. Может, пришла пора разорвать эту сделку со своей собственной совестью. Вы все стали успешными, знаменитыми, богатыми благодаря народной любви. Вы все народные артисты. Люди следят за вами. Люди прислушиваются к вам. И людям очень важно узнать, что вы думаете о том, что сейчас происходит. Молчание сейчас – это предательство своего собственного зрителя. Не молчите. Я допускаю, что у вас может быть другая точка зрения. Так поделитесь ею. Если вы поддерживаете войну, так и скажите, чего вы сыте. А если вы против войны, то как можно молчать? Я понимаю, что вы боитесь. Но у вас есть дети. И когда-нибудь они спросят вас, что вы делали, когда была война. Что вы им скажете? Что сохраняли нейтралитет? Даже Швейцария уже не сохраняет нейтралитет. Вы скажете, что были вне политики? Даже Ваня Ургант уже не вне политики. Вы скажете, что молчали? Но поймут ли они вас? Простят ли они вас? Простит ли вас ваш зритель? А главное, простите ли вы сами себя, зная, что когда встал выбор, остаться человеком или стать говном, вы выбрали стать говном. Вы готовы с этим жить? Я понимаю, что вы боитесь. Вы боитесь потерять работу, машину, квартиру, возможность отдыхать за рубежом. Но ведь вы теряете все это прямо сейчас в режиме реального времени. И вы можете сказать, легко тебе там, из свободной Америки, учить нас, как жить. Но вы меня знаете лично. Надеюсь, вы помните, какой я. Если бы сейчас был в России, я бы выходил на митинги, я бы записывал видосы, я бы не молчал, потому что я не говно. Я человек. И всегда буду защищать то, во что я верю. Я верю, что сейчас в России наступают темные времена, но это времена перемен. И скоро все будет по-другому. Семен Слепаков, как умный человек, уже примеряет другую обувь. А когда маятник качнется сильнее, я уверен, что все представители российского шоу-бизнеса вместо ссылок на телеграмм начнут выкладывать посты о том, как они всегда были против диктатуры и как они не одобряли это безумие. Но я боюсь, что тогда уже будет поздно все это выкладывать. В современной России нет института репутации. Но я уверен, что в будущем мудрый народ, те, кто молчал в тот момент, когда в братском государстве разрывались бомбы, покроет позором. И тем, кто молчал, с этим позором жить. Напоследок, Мартин Лютер Кинг сказал, в конце мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей. Вы все все еще друзья российского народа. Не молчите. Добро победит. Всем мир.